Здравствуйте, коллеги. Ну вот после такого не сильно оптимистичного заключения или выводов Евгения Александровича о возможностях, правовых возможностях обжаловать, оспаривать случаи дискриминации в нашей стране, у меня вот такая задача все-таки вас к этому поощрить. Потому что когда еще будет принято законодательство или закон, или рамочный закон, или закон о принесении изменений, плюс рамочный закон и так далее, на это уйдет время. Дискриминация есть здесь и сейчас, и нам нужно уже сейчас что-то с этим делать. Я пройдусь еще раз вкратце по тому, о чем говорил Евгений Александрович, ну вот может быть с другого боком несколько, потому что вот то, опять же, о чем сказал Евгений Александрович в самом начале, что право прав человека – это право принципов. Нам очень важно, чтобы у вас вот эти понимания этих принципов, принципов сложилось очень четко. И когда вы твердо сидите в этих принципах, в принципах вам легче накладывать или подводить под них существующие нормы, процессуальные нормы, процедурные, материального права в том числе. Когда вы четко понимаете, о чем идет речь. Всеобщая декларация прав человека, то есть это документ, который предшествовал договорам по правам человека, они были в 1966 году, их начали принимать и до сих пор принимают в развитии этой всеобщей декларации прав человека. Сам этот документ 1948 года, то есть сразу после войны он принимался, и он такой базовый документ, а вот в развитии его уже потом стали приниматься такие профильные, можно сказать, договоры уже такого юридически обязательного характера. Но, как совершенно верно отметил Евгений Александрович, что и всеобщая декларация прав человека носит не менее обязательный характер для стран, членов Организации Объединенных Наций. И вот в этой всеобщей декларации, во второй статье, то есть во первых словах своего письма, тут вот написано, что запрещается дискриминация без какого бы то ни было различия и перечисляются защищаемые основания. Это раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное, сословное или иное положение. В 66-м году принимается пакт о гражданских политических правах, и он в 26-й статье также говорит о запрете дискриминации и повторяет вот эти защищаемые признаки из всеобщей декларации прав человека. Вот видите, да, они повторяются, но там было иные положения, а здесь написано иное обстоятельство. Еще по дискриминации, что важно понимать, некоторые называют это правом на свободу от дискриминации или там правом на недискриминацию. Недискриминация – это больше, чем право, это принцип прав человека. Таких принципов всего пять по правам человека, среди них принцип универсальности прав человека, неотчуждаемости прав человека. И одним из таких принципов является еще и принцип запрета дискриминации, потому что доступ ко всем правам человека, он должен быть свободен от какой бы то ни было дискриминации. То есть вот как такового права на недискриминацию нет, еще раз, да, это принцип. А в 26 статье пакта говорится о том, что люди имеют право на защиту закона без дискриминации, то есть это уже право более узкое, чтобы тебя защищал закон без дискриминации. Посмотрим нашу конституцию и какие у нас и в каком порядке перечислены защищаемые от дискриминации признаки. Значит, вот здесь посмотрим еще раз в пакте и в декларации по правам человека. На первом месте раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические и иные убеждения и так далее. И наша конституция. На первом месте у нас по дискриминации люди не могут подвергаться по мотивам происхождения. Дальше идет социального, должностного, имущественного положения, пол, раса, национальность, язык, отношение к религии, убеждений отдельно, место жительства или по любым иным обстоятельствам. Тут вот мы избрали вот такой порядок защищаемых, перечисления защищаемых от дискриминации признаков в конституции, предпочтя всем остальным происхождение, социальное положение. Но что важно, что важно, этот порядок, в принципе, он так, заметка на полях. Что важно, что здесь в конце запрещается также, запрещается дискриминация по любым иным обстоятельствам. Что в Пакте о гражданских политических правах, что во всеобщей декларации прав человека. Например, нет таких защищаемых признаков, как инвалидность. Вот видите, здесь нет и у нас нет. Нет защищаемого признака, как сексуальная ориентация или гендерная идентичность. Но все это охватывается вот этим хвостиком спасительным по любым иным обстоятельствам. Потому что действительно вот этих идентичностей и того, как человек себя идентифицирует, их много, их вообще бесконечно много, их может быть еще больше. Может быть, в каком-то будущем мы будем себя идентифицировать по принадлежности к той или иной социальной сети, например. Это тоже не охватывается документами 1948 года, 1966 года. Но есть вот это расширенное окончание по любым иным обстоятельствам. То есть можно смело все, что тебя как-то отличает от других, списывать или в защиту свою использовать вот это окончание по любым иным обстоятельствам. Это конституция наша. И вот во всеобщей декларации также ООН о правах человека говорится о защите каждого, о праве на защиту закона без какого-либо различия. Ну вот Евгений Александрович тоже упоминал другой пакт об экономических, социальных и культурных правах. Вот эти два пакта о гражданских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах, в купе с декларацией прав человека, вызывают еще Билем о правах человека. То есть это как бы вот основные такие вот столпы, на которых зиждется все право в области прав человека. В этом пакте также запрещается дискриминация, то есть вот в области экономических, социальных и культурных правах. Отдельно дискриминация защищается в конвенции о правах ребенка, то есть уже в последующих документах. Более того, существует, и Евгений Александрович тоже говорил про конвенцию о праве на свободу от расовой дискриминации. Там впервые дано расширенное понимание того, что такое дискриминация, потому что до этого дискриминация, что в декларации, что в фактах, она запрещалась и запрещалась, но нигде не говорилось о том, а что же это такое. Ну и потом было вот это определение, оно здесь вот на слайде в средней колоночке написано, предложено впервые это определение дискриминации в конвенции о запрете расовой дискриминации. То есть это любое различие, исключение, ограничение, и что важно, предпочтение. То есть какие-то привилегии, чьи-то по признаку расы, цветокожи, родового и так далее происхождения, это будет дискриминация в отношении тех, кто лишен этих привилегий. Причем, посмотрите, вот такое различие, исключение, ограничение, предпочтение и так далее, должны иметь цель определенную, или следствие, уничтожение или умаление, признание, использование или осуществление прав человека. То есть отказ человеку в его правах по какому-то признаку. Если мы посмотрим определение в левой колоночке, это определение из конвенции о защите женщин от каких бы то ни было признаков дискриминации, видов дискриминации. Здесь мы видим определение, схожее с определением конвенции о запрете расовой дискриминации, но вот здесь вот именно по признаку пола. И в правой колоночке это самое свежее из последних определений дискриминации, потому что это одна из последних конвенций, конвенция о правах людей с инвалидностью. Здесь по признаку инвалидности. Здесь тоже мы видим, что вначале пишется, что это такое, то есть различие, исключение, ограничение, причина и потом идет мотив. Умоление или отрицание, признание, реализация или осуществление наравне с другими прав человека. То есть фактически, да, когда мы отказываем человеку в его правах человека на основании принадлежности его или ее какому-то признаку, который отличает его или ее от нас. И да, тоже, как сказал Евгений Александрович, фактически из всех вот этих определений ключевых можно вывести универсальное определение, что дискриминация это любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку, ставьте нужное, целью или результатом которого является умоление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими людьми, прав человека. Я вижу в чате появляются какие-то сообщения. Айажан, если это какие-то вопросы, вы меня прерывайте, и тогда, если вот я вас попрошу зачитывать эти вопросы по ходу моей презентации, вы вот меня ставьте в известность. Пока нет вопросов? Есть вопрос, но давайте его попозже, потому что... Хорошо. И вот тоже Евгений Александрович сказал, что единственный НПА у нас, в котором есть определение или попытка определения дискриминации, не запрет дискриминации, а именно определение дискриминации, это вот этот закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. И вот посмотрите, здесь только какое деяние запрещается? Это любое ограничение или ущемление прав и свобод человека, то есть гораздо уже, чем вот в тех определениях, а также принижение его достоинства по признаку пола, потому что это закон о гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин, поэтому по признаку пола. Но посмотрите, какое куцое определение в сравнении вот с этим. Работать, так сказать, доработать. В Конституции открыт такой вот отдельный запрет есть на дискриминацию в сфере труда. И действительно в трудовом кодексе запрещается работодателям дискриминировать работников при приеме на работу и в процессе трудовых отношений, и перечисляются защищаемые признаки. То есть по каким признакам не могут отказаться в трудоустройстве или дискриминировать в ходе трудовых отношений. И посмотрите, здесь происхождение, социальное, должностное, имущественное положение, полраса, национальность, язык, отношение к религии, убеждения, место жительства. Возраст появляется в Конституции нет. Или физические недостатки. То есть здесь вот хорошо охватываются люди с инвалидностью, получается, да? А также принадлежности к общественным объединениям. То есть вот здесь более такой расширенный список. Но здесь нет того хвостика, который есть в Конституции, а также по любым иным обстоятельствам. То есть разработчики, видимо, посчитали, что они перечислили все, что можно. Но, например, за бортом остались представители ЛГБТИК, то есть лесбиянки, геи, транссексуалы, трансгендерные люди и так далее, которым действительно, и что печально, даже законно, получается, могут отказать в трудоустройстве. Потому что этот признак, он не охвачен заботой закона, этого кодекса. И это действительно нарушение Конституции. И можно, если у вас будет такой кейс, готовый кейс какой-то, по какому-то признаку, который здесь не указан, и в отсутствии расширительного признака защиты, который требует защиты от дискриминации, можно обращаться в Конституционный суд смело. В открытый еще вот такой закон, запрет дискриминации, есть в законе о средствах массовой информации. Запрещается размещать информацию о вакансиях для приема на работу, содержащую требования дискриминационного характера в сфере труда. Но это нас снова относит к этому кодексу трудовому. То есть получается, что если в объявлении о найме, будет что-то из этого, то это будет дискриминирующим объявлением и противозаконным. Ну вот тоже Евгений Александрович вспоминал вот этот кодекс свежий о здоровье народа и системе здравоохранения 2020 года. Здесь действительно запрещается дискриминация, но как интересно, посмотрите, запрещается дискриминация, обусловленная, то есть в отношении только пользователей, получается, системы здравоохранения. По признаку наличия у тебя каких-либо заболеваний или состояний. Вот какая дискриминация запрещается. Ну и что человек не может быть дискриминирован в плане предоставления этой помощи медицинской, в очередность предоставления этой помощи. А, это, кстати, это исключение, извиняюсь, это исключение. То есть, да, человек по очередности, ему должна или ей предоставляется медицинская помощь, но если состояние здоровья этого требует, то человеку может быть оказана медицинская помощь, то есть вне этой очередности. И это не будет считаться дискриминацией. Отдельно оговаривается положение ВИЧ-инфицированных, что они не должны быть дискриминированы, то есть вот про них это отдельно. И отдельно говорится, было предложено еще указать срок. Но это язык, язык, конечно, не соответствует языкам прав человека, смены пола, да, что лица имеют право на смену пола, кроме лиц с психическими расстройствами с возраста 21 года. Вот это последние изменения, которые были. В уголовном кодексе, как сказал Евгений Александрович, и об этом мы с вами поговорим чуть-чуть подробнее. Ниже есть статья, уголовная статья, 145-я нарушение равноправия человека и гражданина. И в принципе, если вы посмотрите на то, как звучит эта статья, диспозиция этой статьи, то вы увидите, что в принципе это очень хорошее определение дискриминации. Это прямое или косвенное ограничение прав и свобод человека, в скобочках говорено гражданина, по мотивам происхождения и фактически, но не фактически, это один в один повторяет определение, вернее, запрет дискриминации из Конституции. Вот, казалось бы, эта статья, она очень хороша, и она аж в уголовно-правовом порядке защищает гражданина, если не каждого человека, пусть не гражданина, от дискриминации. И наказание – это, в принципе, штраф 160-месячных расчетных показателей или из прав работы на ту же сумму, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом аж до 40 суток. Но нужно понимать, и вспоминаем мы все с вами с юр-образованием, что уголовная ответственность, она предполагает персональную ответственность и на физлиц распространяется. Юридическое лицо к такой ответственности привлечь невозможно. Но попытка, да, попытка зачетная, так сказать. Если человек еще совершает такое деяние, вот это вот прямое или косвенное ограничение прав и свобод человека с использованием своего служебного положения или является лидером общественного объединения, то здесь увеличивается размер штрафа из прав работ и срок ареста до 50 суток плюс лишением права заниматься определенной должности. Ну вот позже я вам скажу о практике применения или попыток применения такой статьи. А, Ежан, вопросов нет пока? Вот есть один вопрос как раз по инвалидности. Будет ли дискриминация, если для получения инвалидности первой группы заставляют инвалидов пройти массу госорганов для получения всяких справок? Сроки этих справок ограничены. Иногда приходится повторно брать. И почему, то есть инвалид первой группы должен доказывать свою дееспособность? Вообще это такой хороший вопрос, потому что я сама лично с этим столкнулась. И второй группы – это достаточно унизительный процесс. Абсолютно. Вы знаете, кроме того, что это унизительный процесс и дискриминирующий, ну дискриминирующий здесь, видите, нужно понимать по сравнению с кем. По сравнению с теми, у кого нет необходимости собирать эти справки или по сравнению с теми людьми с инвалидностью, у которых другая группа, и они как-то по-другому собирают эти справки. Здесь вот нужно смотреть. Но я бы здесь рекомендовала вплоть до 146 статьи пытки обращаться. Да, вот Евгений Александрович тоже хочет прокомментировать. Но вот я закончу свою мысль, потому что это по меньшей мере унижающее достоинство обращения. А если мы прочитаем нашу статью Уголовного кодекса 146, которая даром, что называется, пытки, но в первой части она запрещает и все прочие менее тяжкие противоправные деяния, вплоть до унижающего достоинства обращения, потому что там нет понятия тяжести. А вот именно тяжесть, сильное боли или страдание, вот этот критерий тяжести, он отличает пытки от менее тяжких составов. Но здесь эта статья нам на пользу, и мы можем заявлять вплоть до 146 статьи. Если докажем причастность государства, здесь она есть, представители бюджетных организаций власти, и там есть, кстати, с причинением или по признаку, по мотивам дискриминации, вот по мотивам дискриминации какой-либо. То есть я бы советовала даже вплоть до этой статьи. Евгений Александрович, да? Ну, практику нужно системно, конечно, менять. Да, спасибо большое. Я постараюсь очень кратко ответить на этот вопрос. Значит, смотрите, давайте его разделим на три части. Часть первая, о которой много лет мы говорим тоже, это отсутствие нормального закона о защите инвалидов. У нас закон о социальной защите инвалидов. Это не закон о правах инвалидов. Вот знаменитый акт о правах инвалидов США, который вырабатывался в течение нескольких, там, пары десятков лет, он гарантирует защиту, или вернее, о правах инвалидов, лица, мне обчеркнет бы слово, инвалиды, лица с ограниченными специальными потребностями и так далее. То есть нужно принимать, менять закон о социальной защите, который рассматривает инвалидов как некую категорию. Главная задача этого закона, ну, как-то порешать вопросы социальных пособий и как-то порешать, может быть, какие-то вопросы, связанные с трудоустройством и так далее. Хотя в действительности проблемы лица граничности значительно шире. Это должно быть очень такое всеобъемлющее законодательство, которое, в принципе, должно соответствовать конвенции о правах инвалидов и закреплять все элементы и теории разумных приспособлений и так далее. То есть это значительно более широкая проблема, которая содержит в себе вопросы, так сказать, позитивных действий или, так называемые, позитивной дискриминации в пользу лиц с ограниченной возможностью, чтобы выровнять, чтобы обеспечить равенство, то, что мы называем равные возможности и равные способности. Поэтому это первая проблема, номер один. Проблема вторая, связанная с дискриминацией, тут я усилию то, что соглашусь с Татьяной, что когда мы имеем дело с тем, что государство для какой-то уязвимой группы предоставляет какие-то льготы, пособия и так далее, оно, естественно, имеет совершенно законные и легитимные права подтверждения к этой группе каким-то образом документировать. Это точно так же, как мы, когда мы имеем дело с малоимущими семьями и так далее, и так далее. То есть вопрос в том, являются ли эти требования обременительными, являются ли они по сравнению с другими в такой же ситуации или в похожей ситуации дискриминационными, потому что именно это инвалиды, и поэтому от них требуется чего-то больше, чем другим. И тогда оно плавно перетекает в третью проблему, которую тоже Татьяна упомянула. Если эти требования являются обременительными, если эти требования являются унижающими достоинства, если эти требования являются необоснованными в разумных и справедливых критериях, тогда мы можем речь вести о том, что дискриминация еще и включает в себя такой параметр, как умаление достоинства или умаление человеческого достоинства. Вот когда это еще и по этому основанию является умалением человеческого достоинства, мы можем двигаться по нескольким направлениям. И по неравенству и дискриминации, и по жестокому обращению и так далее. То есть здесь А нужно решать системно, потому что это касается всех, тут классический пример для стратегических тяжк, для конкретного системного подхода. Но нужно эту ситуацию рассматривать вот в контексте отсутствия специального законодательства о лицах с специальными потребностями, которые и функции, которые не выполняет закон о социальной защите инвалидов. И второй – это проблемы, связанные с объективными и четкими со всех точек зрения аргументацией необременительности требований, которые не имеют дискриминационных характеров. Вот тут три проблемы, которые в комплексе должны решаться. Спасибо. Да, ну вот если конкретный какой-то случай, то можно двигаться и по 146-й статье, да, Евгений Александрович, согласны здесь со мной? Да, можно, конечно, но будет достаточно, понимаете, то есть нарушение равноправия, в данном случае она, как бы, так сказать, поскольку не дискриминация, а как бы она тему подвешивает через эту статью, то ее можно, в принципе, попробовать использовать. Или уж, во всяком случае, двинуться в Конституционный суд для вот этого самого, для интерпретации 14-й статьи, и все, что с этим связано. Хорошо, идем дальше. И вот когда мы именно, то есть мы обсудили наличие проблемы, эта проблема есть, и возможности как раз есть, если говорить о праве принципов, да, вот они есть на уровне принципов, а вот ниже у нас этих возможностей не так много, но посмотрим, что есть. И я вот здесь предлагаю разбивать защиту от дискриминации на два, на две категории таких кейсов. Это защита от государства, так сказать, и защита с помощью государства, потому что бывают случаи, когда само государство дискриминирует, прямая дискриминация, да, и когда тебя дискриминирует кто-то, и ты ищешь там бизнес, и ты ищешь защиту, рассчитывая при этом на государство. Когда мы говорим о дискриминационных действиях или решениях государственных органов, то вот это как раз защита от государства. И здесь интересно все это овспаривать в рамках стратегического судопроизводства, потому что это неизбежно повлечет изменения системного характера. И вот опять же мы вас всех к этому очень поощряем. С 2020 года, с лета 2020 года, это все охватывается возможностями административного процедурно-процессуального кодекса. То есть это все было выведено из гражданского кодекса, перешло в административный процедурно-процессуальный кодекс. И можно действительно обжаловать действия госорганов, связанные с дискриминацией, вот в рамках той процедуры. И обжаловать можно как действия и решения госорганов, так и нормативно-правые акты государственных органов, что тоже очень важно, или должностных лиц этих государственных органов. И когда мы говорим защита с помощью государства, здесь речь идет вот так же, как вот этот пример по человеку с инвалидностью, которому нужно доказывать свою степень инвалидности, рассчитывая получить какую-то социальную помощь от государства. И что сама процедура, хотя, то есть, вот как сказал Евгений Александрович, сама процедура, да, она очень унижающая, но она нужна, эта процедура, потому что иначе государство, у государства не будет там оснований каких-то, человеку эту социальную помощь оказать. Документная процедура должна быть не унижающей достоинства. Так вот, вот даже в том случае можно пробовать обращаться за защитой чести, достоинства и деловой репутации. То есть, это неимущественные права. Право, другое неимущественное право, которое тоже, как правило, нарушается в случае дискриминации и которое можно пробовать восстановить в рамках гражданского правового законодательства. Это право охраны тайной личной жизни, в том числе тайной переписки, переговоров, дневников, заметок, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной, адвокатской тайны, тайной банковских вкладов. То есть, это тоже могут быть нарушения, сопряженные с дискриминацией. Право на собственное изображение. Я тоже расскажу о кейсе, который, ну, можно сказать, что это был дискриминационный кейс, и где это право было восстановлено. Но Верховным судом право на собственное изображение. Право на неприкосновенность жилища, то также может быть. Ну, что нужно знать, что время доказывания в случаях нарушения личных неимущественных прав лежит на заявителе. И форма возмещения выглядит как признание права, восстановление положения существовавшего до нарушения личных неимущественных благ и прав. Например, это может быть признано недействительными или неподлежащему применению актов государственных органов, несоответствующих законодательству. Также эта форма может выглядеть как устранение последствий нарушения личных неимущественных благ и прав и компенсация морального вреда. Уголовного права и возможностей. Говорим по той статье 145 Уголовного кодекса. Так, мне пишет, что мой компьютер, что связь не очень. Меня слышно? Да, сейчас слышно. 145-я статья, например, использовалась в кейсе, вы, возможно, слышали об этом, кейсе «Целующиеся девушки в Есентай-моле», которых заснял проходящий мимо гражданин, выложил в сеть. И все это навлекло огромный шквал негативных комментариев в отношении девушек. А в сухом остатке речь идет о сексуальной ориентации. И здесь вот я поэтому и говорила, что это такой условный кейс, это не совсем дискриминация. Если бы девушки не нашли защиты как раз по признаку своей сексуальной ориентации в судах Казахстана, мы могли бы говорить о дискриминации. И к этому были попытки. Если суд первой инстанции поддержал исковое заявление девушек, то городской суд Алматинский как раз с указанием на сексуальную ориентацию этих девушек опроверг решение нижестоящего суда. И только в Верховном суде девушки нашли защиту. Городской суд, он как раз указывал, что девушки занимались непотребством и сослался на их сексуальную ориентацию. Но благодаря Гульхана Каповой, адвокату, городской коллегии адвокатов, которая представляла интересы этих девушек, такое благополучное разрешение этот случай получил. и дискриминация на государственном уровне не состоялась. А как раз защита с помощью государства получилась. Теперь посмотрим уголовно-право. Смотрела, пролистывала учебники по уголовному праву когда-то, сколько-то лет назад в магазине. И в комментариях к этой статье я увидела комментарии, не помню, чьи это были комментарии, Борчишвили, видимо, были комментарии, где говорилось, что это очень-очень хорошая статья, которую можно использовать в случаях защиты, нарушения, вернее, твоего конституционного положения. И я не могла найти это. Я до сих пор ничего, никакую практику совершенно в судебном кабинете по этой статье найти не могу. Там упоминался случай, не помню, 2000 какого-то года, начало 2000-х годов, из Павлодара. И я потом нашла публикации по этому случаю в прессе. Там было написано, вот тогда в тех публикациях, было написано, что это первый случай, когда закон защитил человека от дискриминации. И знаете, какой это был случай? В Павлодаре учитель танцев, бальных танцев, что-то рассказывал своим школьникам о своих религиозных убеждениях. Он был в церкви благодати, какая-то христианская, протестантская церковь. И родители возмутились, потому что эти школьники, его ученики, стали проявлять интерес к этому религиозному движению. И вот они заявили в прокуратуру, и прокуратура сочла это дискриминацией, было дело заведено, человека оштрафовали и запретили правом заниматься вот этой профессиональной деятельностью, то есть этими танцами, на сколько это лет. Вот такой казусный случай, который совершенно... Я не представляю, какое там нарушение равноправия человека и гражданина усмотрел в суд, когда выносил решение по этой статье, по этому случаю, с использованием этой статьи. Ну и вот, были наши попытки использовать эту статью, и последнее я вижу здесь... Ну, была, по крайней мере, Инара Масанова, сейчас... Кажется, Татьяна, вы немножко записаете. Мы пытались эту статью... Не знаю, что делать с этим, а сейчас... Вот вы раз в пять минут зависаете, если есть возможность, давайте мы перезагрузим ваш интернет. Вот вы можете, да, переключиться пока. Давайте, давайте тогда я... А так, конечно, можно бесконечно говорить про разные формы дискриминации, которые у нас есть, а иногда... Ну, то же самое, да, вот я написала в чате, это вы, наверное, видели, видео целующихся госслужащих, и это вот слили, получается, в сеть, и как бы... Понятное дело, что в нашем обществе затравили этих людей. И таких вот ситуаций у нас очень много. Я сама лично столкнулась с тем, что посещая университет, мы хотели предложить этому университету принять политику, запрещающую сексуальные домогательства. В университете не только там между студентами, но и вот там три ступени в университетах, это отношения преподавателя и студента, да, чтобы вот эти отношения запретить вообще полностью, запретить сексуальные домогательства между студентами и так далее. И тогда они хотели... Они мне сказали, проректор университета сказал, что они хотят запретить поцелуи между гомосексуальными людьми, да, то есть на то, что я просто встала и ушла, потому что я сказала, что я не поддерживаю такого рода дискриминацию, потому что почему целоваться мальчику с девочкой можно, а девочка с девочкой в этом университете якобы нельзя. И, конечно, с такими образовательными учреждениями работать совершенно невозможно. И то есть мы можем говорить сейчас о очень разных вещах, в том числе и анализировать внутренние документы организации, потому что они могут содержать в себе дискриминирующие положения. Ну, я думаю, что Татьяна к нам вернулась. Давайте продолжать. Да, презентацию видно? Да, видно. Отлично. Ну, так вот, трансгендерной девушке отказался банк выдать деньги с ее счета, и если у кассира никаких сомнений не было, то начальница отделения она запретила ей снять деньги со своего счета, сославшись на то, что ее отчество, оно мужском роде, а на фотографии, а фамилия у нее гендерная нейтральная, украинская фамилия. Все четко, все нормально, подпись нормальная, все нормально, отчество не соответствует. И охране банка звонили, в общем, была очень-очень неприятная процедура. Мы заявили в полицию, мы заявили в полицию, что нужно знать об этой статье. Это статья, которая предполагает протокольное производство, то есть такое сокращенное производство, и все, что требуется от полиции, это составить протокол, и при необходимости произвести какие-то следственные действия, которые могут зафиксировать нарушение, выявить причинителя и так далее, виновного, и все. И дальше дело передается в суд, и в течение 15 дней суд должен вынести решение, ну, вернее, рассмотрит и вынесет решение. То есть очень-очень упрощенная процедура. Полицейские были в искреннем недоумении, чего мы от них хотим. Они говорили, что с вами случилось? Вы же здоровы, у вас что-то украли, какой материальный вред вы понесли? Мы говорим, никакого материального вреда. Речь идет о нарушении равноправия человека и гражданина. Нам отказали в ЗАРД это дело, то есть все только на уровне КУИ закончилось и было в архив сдано. И мы потом пошли в гражданском правовом порядке, там все более-менее благополучно завершилось. У нас мы договорились с банком, и банк пошел навстречу и заинтересовался тем, что нужно менять их процедуры и сказали, что вот совместно с этим сообществом трансгендерных людей будут меняться процедуры банка, потому что это не единственный случай, когда такое случается. Но вот именно про уголовную статью вот такой был ответ. И когда мы обжаловали этот отказ, когда мы обжаловали отказ, суд дело возбудить. И вот посмотрите, что ответил суд. Изучив представленный материал, суд установил, что в материалах указанной жалобы отсутствует... Коллеги, у кого-то включен микрофон? Выключите, пожалуйста. В материалах указанной жалобы отсутствует сведения о совершенном уголовном правонарушении. И в соответствии со статьей 10-й части 4-й УК отказали в силу малозначительности. И потому что это действие не представляет собой общие деяния, как они посчитали, не представляет общественную опасность. И у меня тогда вообще вопрос к законодателю, зачем было эту статью включать в Уголовный кодекс, если это действие не представляет общественной опасности, является малозначительным. вот такой интересный исход попытки эту статью как-то к жизни привести. И вот Инара Масанова участвовала в другом деле, тоже трансгендерной девушке, там полицейские обращались несоответствующим образом с этой девушкой и даже не было попытки и предложения зарегистрировать ее заявление, потому что она пришла собственно, чтобы рассказать об уголовном правонарушении, совершенном в отношении нее. А вместо этого все превратилось совершенно обратным образом и можно сказать, что в дискриминационном порядке ее лишили права на защиту собственно. И опять же было отказано в возбуждении дела по 146 статье и основания были примерно такие же, то есть ну непримерно признаков состава суд не усмотрел и в отказе ничего такого крамольного не увидел. Вот такая попытки если у вас будут более или вы знаете попытка то расскажите будет очень интересно. Другие важные в рамках административного процедурно-процессуального кодекса, то есть если мы защищаемся так сказать от государства если с помощью государства это гражданско-правовые возможности моральный вред заискиваем личные неимущественные права защищаем уголовно-правовые возможности это вот например вот эта статья 145 кстати что еще печально я все равно поощряю адвокатов к тому чтобы если любые уголовные правонарушения совершаются не вот не эти не 145 статья а любые другие признаку дискриминации то нужно это основание все равно указывать хотя в уголовном действительно в уголовный кодекс он не считает отягчающим обстоятельством совершение правонарушения по дискриминации отягчающим будет совершение правонарушения в отношении женщины заведомо беременной для причинителя для в отношении несовершеннолетнего и человека находящегося в зависимом положении в уязвимом положении то есть можно людей с инвалидностью подвести это будет отягчающим обстоятельством а вот любые другие нет к сожалению но тем не менее указывать основания для совершения правонарушения основания в виде дискриминации стоит другая дорожка это международно правовые возможности то есть кроме национальных возможностей есть международно правовые возможности и вот Евгений Александрович сказал что это 4 комитета на сегодня по правам человека которые действуют в рамках ратифицированным Казахстаном международных договоров это вот сами договоры которые Казахстан ратифицировал но чтобы обратиться в эти комитеты напоминаю это комитет в рамках закона конвенции о запрете дискриминации всех видов дискриминации в отношении женщин это комитет по расовой дискриминации другой комитет комитет по правам человека и комитет против пыток вот в эти 4 комитета договорных органов казахстанцы могут обращаться с индивидуальными обращениями но чтобы туда обратиться нужно сначала исчерпать внутренние средства правовой защиты или хотя бы попытаться это сделать а это нас возвращает к гражданскоправым возможностям и уголовно правым возможностям о которых мы поговорили чуть раньше также что нужно знать что для исчерпания внутренних средств правовой защиты нет необходимости обращаться в прокуратуру о принесении ходатайства о пересмотре вступивших в силу судебных решений потому что иногда государство пытается вот этим договорным органам не позволить делу дойти до рассмотрения по существу а зарубить так сказать дело на на подступах еще к рассмотрению по существу то есть на уровне приемлемости на этапе приемлемости говорят что вот у прокуратуры была же еще возможность если бы туда обратились принести ходатайство о пересмотре пусть даже вступивших в силу судебных решений комитет я могу вам прецедентное решение прислать в отношении Казахстана где комитет говорит нет это не будет считаться необходимым этапом для исчерпания внутренних средств правовой защиты и также обращение в кассационную инстанцию не считается необходимой инстанцией для исчерпания при обращении в договорные органы ООН это вот то что нужно знать о международном правовом пути защиты прав человека ну вот здесь я остановлюсь и